И первое слово для доклада я бы хотела предоставить доктору медицинских наук, профессору, заведующей кафедрой клинической медицины, Института биологии и биомедицины Нижний Новгород, Григорьевой Наталье Юрьевне. Доклад Натальи Юрьевны будет посвящен неиспользованным возможностям сущного мониторирования артериального давления в оценке антигипертензивной терапии. Наталья Юрьевна, Вам слово. Наталья Юрьевна, микрофон включите. Микрофон включите. Я смотрю, пропал, я администраток пропал. Да, звук есть, продолжаем. Звук есть, Наталья Юрьевна, продолжаем. Ага, глубоко уважаемые коллеги, глубоко уважаемая Наталья Юрьевна, добрый день. Ну, как известно, новое – это иногда хорошо забытое старое. И поэтому я в своем сегодняшнем сообщении, может быть, буду говорить не столько о новых методиках, столько о том, что мы не всегда используем в нашей клинической практике, когда речь идет о суточном манитарировании артериального давления. Конечно, я буду прежде всего опираться на последние рекомендации по артериальной гипертензии и европейские рекомендации 2018 года. И, конечно, наши российские рекомендации по артериальной гипертензии у взрослых, которые вышли в 2020 году и утверждены Министерством здравоохранения Российской Федерации. И, уважаемые коллеги, все вы прекрасно знаете вот эту классификацию, которая за последние годы не претерпела никаких изменений, в отличие от классификации, которая была предложена американским сообществом. И по американской классификации гипертоники, которых мы считаем пациентами с высоким нормальным артериальным давлением, американцы их относят к пациентам артериальной гипертензии первой степени. В нашей же классификации уровень артериального давления, на который мы должны ориентироваться, когда ставят диагноз артериальной гипертензии впервые, Это уровень 140 на 90. И исходя из этого возникает вопрос, какой же способ измерения артериального давления мы должны использовать, чтобы правильно поставить диагноз. И на этот вопрос отвечают рекомендации с достаточно высоким классом, но не очень высоким уровнем доказательности. Мы можем в рекомендациях прочитать, что рекомендуется классифицировать артериальное давление на оптимальное, нормальное, высоконормальное гипертензию в первой-третьей степени по уровню офисного артериального давления. Но тем не менее, прекрасно мы понимаем, что в нашей клинической практике встречаются ситуации, когда далеко не всегда офисное артериальное давление позволит нам правильно поставить диагноз артериальной гипертензии. Достаточно часто встречаются пациенты с так называемой гипертензией белого халата. Причем разница между максимальным значением офисного артериального давления и минимальным показателем, который мы можем получить при других внеофисных измерениях, может составлять 10 и даже 20 мм ступного столба. Кроме того, встречается обратная ситуация, так называемая маскированная гипертензия. У пациентов, которые не получают лечение и которые приходят на прием, может зарегистрировать нормальное артериальное давление. Вместе с тем, как вне офиса, дома при мониторировании пациенты регистрируют повышенное значение и они тоже могут вправе считаться пациентами-гипертониками. Ну и наконец, ситуация крайне важная. Это резистентная артериальная гипертония. Когда при назначении трех антигипертензивных препаратов, включая диуретик, в достаточно хороших дозах, у пациентов, приверженных к лечению, мы можем именно при суточном мониторировании артериального давления зарегистрировать отсутствие контроля артериального давления. Только при помощи мониторирования, либо домашнего, либо суточного, мы должны подтвердить диагноз резистентной артериальной гипертонии. Таким образом, глубоко уважаемые коллеги, способ измерения артериального давления офисный далеко не единственный. И мы прекрасно понимаем, что и домашнее, и тем более суточное мониторирование артериального давления принесет нам массу дополнительной и очень важной информации. Правда, справедливости ради следует отметить, что в рекомендациях стоит вот такая достаточно интересная фраза, что суточное мониторирование артериального давления мы должны использовать при условии экономической и логистической целесообразности. Давайте попробуем разобраться, что же это за целесообразность. Ну, прежде всего, раз уж нам предлагается для выбора либо домашнее, либо суточное мониторирование артериального давления, давайте попробуем сравнить эти два метода. И вполне логично, что и тот, и другой будет иметь как преимущества, так и недостатки. И среди недостатков домашнего мониторирования артериального давления, то есть те цифры, которые записывает наш пациент в своем дневнике самоконтроля, возможно, конечно, ошибки измерений. Очень зависит, очень субъективный этот метод, зависит и от условий, в которых пациент измеряет артериальное давление, ну и от множества других факторов. Если мы будем говорить о суточном мониторировании артериального давления, то здесь, конечно, среди недостатков это прежде всего дороговизна, что иногда будет иметь значение, хотя это метод не такой дорогой, и некий дискомфорт, который будет доставлять сама по себе методика нашему пациенту. Но преимуществ суточного мониторирования артериального давления, конечно, гораздо выше. И в рекомендациях по артериальной гипертензии 2020 года совершенно четко прописано, что мониторинг артериального давления в домашних условиях рекомендуется только при недоступности метода суточного мониторирования артериального давления или из-за предпочтений пациента. И мы прекрасно понимаем, что суточное мониторирование артериального давления ответит нам не просто на вопрос о тех цифрах, которые регистрируются у нашего пациента днем и ночью, но позволит нам получить массу информации об уровне артериального давления у пациента в течение всей его суточной активности. Очень важная информация об артериальном давлении в течение ночи. На основании цифр, полученных при измерениях, мы можем прогнозировать прогноз и риск развития сердечно-сосудистых осложнений у пациента и риск развития поражения органов мишени. Ну и, наконец, если наш пациент получает антигипертензивную терапию, то более точно оценить антигипертензивный эффект, конечно же, позволит суточное мониторирование артериального давления. И все показания к использованию этого метода у пациентов с артериальной гипертонией я бы разделила на две большие группы. Это первая группа показаний – пациенты нелеченные с точки зрения постановки диагноза, правильной постановки диагноза артериальной гипертензии. Мы выявляем степень повышения артериального давления, на основании чего мы можем провести дифференциальную диагностику, например, между нейроциркуляторной дистонией по гипертоническому типу и артериальной гипертензией первой степени, что имеет огромное клиническое значение, например, для пациентов молодого возраста, особенно для лиц призывного возраста и так далее. Ну и вторая большая группа показаний для суточного мониторирования артериального давления, она не менее важная, это оценка антигипертензивной терапии. Таким образом, говоря о диагностических критериях артериальной гипертензии, мы, конечно, можем опираться на офисное или, как в последних рекомендациях прописано, клиническое артериальное давление, и это цифра 140 на 90, то мы прекрасно понимаем, что в нашем арсенале есть еще домашнее артериальное давление, и здесь цифры будут несколько ниже. Если пациент в своем дневнике самоконтроля регистрирует цифры 135 на 85 и выше, уже в этом случае мы можем говорить, что у пациента имеется артериальная гипертензия. Ну и, наконец, данные суточного мониторирования артериального давления, это данные как за день, так и за ночь, ну и, наконец, среднесуточное артериальное давление, и здесь тоже эти цифры будут несколько отличаться от офисного артериального давления. Почему важно, крайне важно вовремя поставить диагноз артериальной гипертензии у наших пациентов? Вот это давнее азиатское исследование показывает, что повышенный уровень артериального давления в среднем возрасте может увеличить риск развития деменции в более позднем возрасте. То есть, если мы вовремя не назначим антигипертензивную терапию, мы увеличим риск развития сердечно-сосудистых катастроф у наших пациентов. Мы увеличим риск развития когнитивных расстройств. И, как известно, они начинают развиваться очень рано. Если пациент с артериальной гипертонией в течение года не получает никакой антигипертензивной терапии, то уже у 10% пациентов появляются ранние когнитивные расстройства. Если пациент не лечится в течение четырех лет, то уже у каждого второго начинают формироваться когнитивные расстройства. А мы понимаем, что это прогрессирующее состояние, которое может трансформироваться в более грозное состояние под развитием сосудистой деменции. И основными факторами риска развития сосудистой деменции является не только уровень артериального давления, высокая активность ренина, но еще и тот показатель, который как раз мы можем определить в том числе и при домашнем, и суточном мониторировании артериального давления. Это показатель высокой вариабельности артериального давления. Таким образом, я бы хотела, уважаемые коллеги, заакцентировать ваше внимание на четырех важных показателях, которые несут очень важную информацию, и на которые мы должны безусловно обращать внимание в своей клинической практике. Это те показатели, которые мы получаем при обычном суточном мониторировании артериального давления. Это оценка суточного ритма артериального давления, оценка величины и скорости утреннего подъема, оценка вариабельности, ну и, наконец, у ряда мониторов есть дополнительная опция, она недорогая. Это определение жесткости сосудистой стенки по скорости пульсовой волны, измеренной осциллометрическим методом. Итак, что касается типов суточных кривых. Об этом все прекрасно знают, что в норме у любого пациента, у любого здорового человека уровень артериального давления ночью должен быть несколько ниже, чем днем. Но нередко у наших гипертоников артериальное давление в ночные часы не снижается. Этот профиль называется нон-диппер. У ряда пациентов оно даже повышается, найтпикеры. Ну и нередко встречается ситуация, к счастью, гораздо реже, чем нон-диппер и найтпикеры, встречается еще одна категория пациентов под названием овер-дипперы, у которых в ночное время регистрируется либо нормальное, либо даже чрезмерное снижение артериального давления. А ведь это тоже будет требовать особых подходов к назначению антигипертонзивной терапии. И вполне логично, что профиль, извращенный профиль, суточный профиль артериального давления у пациента, такой как нон-диппер или найтпикер, повышает риск развития сердечно-сосудистых катастроф. У пациента с профилем нон-диппер гораздо раньше разорвется любое сердечно-сосудистое событие, любая сердечно-сосудистая катастрофа, чем у пациентов-дипперов или тем более, чем у нормотензивных пациентов. И мы должны понимать, что назначая антигипертонзивную терапию, мы должны не просто получить целевые желаемые цифры артериального давления, мы должны в результате получить нормальный суточный профиль артериального давления нашего пациента, чтобы снизить риск развития сердечно-сосудистых катастроф и риск развития поражения органов нишени. И мы понимаем, что это процесс даже не одного месяца. Посмотрите, это результаты нашего исследования, которое показывает, что у пациентов с исходным профилем нон-диппер и найтпикер через месяц, да, мы отмечаем положительную динамику, но только 27% пациентов получили профиль диппер. И только через 6 месяцев мы можем говорить о том, что большинство пациентов перешли в профиль диппер. При лечении азилсортаном это 73% пациентам, в данной группе при лечении фазинаприлом 67% пациентов. Таким образом, назначая антигипертензивную терапию, мы понимаем, что влияние на суточный профиль артериального давления, оно должно быть, оно может быть, но для этого должно пройти время, и пациент должен получать регулярную, хорошую антигипертензивную терапию. Следующий показатель, очень важный, который нам дает суточное мониторирование артериального давления, это величина утреннего подъема. И, по сути дела, этот показатель напрямую будет связан с фармакокинетическими характеристиками тех лекарственных препаратов, которые мы назначили нашему пациенту гипертонику. И классическим примером невлияния на величину утреннего подъема артериального давления является, конечно, использование гипотиазита. В какое бы время суток пациент не принял этот лекарственный препарат, утром, в обед или вечером, такое тоже бывает, мы понимаем, что если второй лекарственный препарат в составе его комбинированной терапии не перекроет 24 часа, не перекроет сутки, то не будет влияния на этот важный показатель величина утреннего подъема артериального давления. А значит, опять же, возрастет риск развития инфарктов и инсультов, потому что это происходит прежде всего в ранние утренние часы. И даже если мы будем говорить о таких препаратах, как блокаторы рецепторов ангиотензина-2, которые мы используем, и в основном используем препараты с 24-часовым механизмом действия, мы понимаем, что ряд препаратов к утру уже практически полностью выводится за счет своего более низкого периода полувыведения, и влияние на величину утреннего подъема артериального давления, как систолического, так и диастолического, может быть разным. Здесь показана разница между валсартаном, например, и полумисартаном. Таким образом, назначая антигипертензивную терапию, мы должны посмотреть, насколько мы снизили величину утреннего подъема систолического и диастолического артериального давления, а значит, мы тоже снизили риск развития сердечно-сосудистых катастроф. Следующий показатель – это вариабельность артериального давления. По сути, это отклонение артериального давления от среднего уровня за какой-то определенный промежуток времени. И если мы говорим о суточном мониторировании артериального давления, то это прежде всего так называемая суточная вариабельность артериального давления в рамках краткосрочной вариабельности. Хотя понятие вариабельности артериального давления более широкое. Сюда входит и среднесрочная и долгосрочная вариабельность, так называемая вариабельность визит-то визит, которую мы можем регистрировать, опять же, при домашнем мониторировании артериального давления, когда пациент приносит нам свой дневник самоконтроля, и мы видим, как между визитами к врачу меняется вариабельность артериального давления у нашего пациента. Почему это важно? Потому что еще в исследовании Алхат был проведен вторичный анализ по вариабельности артериального давления и было показано, что чем выше вариабельность, тем выше риск развития фатальных, нефатальных инфарктов миокарда, инсультов и риск развития хронической сердечной недостаточности. Еще один метаанализ показывает, что высокая межвизитная вариабельность также ухудшает прогноз жизни наших пациентов. И повышенная вариабельность артериального давления может привести к повышению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний аж на 12%. И поэтому вполне логично возникает вопрос, если при суточном мониторировании артериального давления мы видим высокий разброс показателей, мы видим высокую вариабельность артериального давления, как мы должны скорректировать терапию пациента, какие антигипертензивные препараты назначить. И вот это исследование Экселент показывает, что по сути дела основным препаратом, который действительно может повлиять на вариабельность артериального давления, во всяком случае по силе действия на вариабельность, является антагонист кальция амлодипин. Хотя по сути дела любой класс антигипертензивных препаратов может в том числе и оказать влияние на высокую вариабельность артериального давления. Ну и наконец последний показатель это скорость пульсовой волны. Мы понимаем, что скорость пульсовой волны возникает в аорте, во время сгнания крови, распределяется скоростью 4-6 метров в секунду, в периферических артериях мышечного типа эта скорость достигает даже 12 метров в секунду. Мы понимаем, что пульсовая волна это тот показатель, который напрямую зависит от жесткости сосудистой стенки. И чем выше возраст пациента, тем выше скорость распространения пульсовой волны и тем выше артериальное давление, чем также будет выше этот показатель. И в рекомендациях по артериальной гипертензии совершенно четко прописано 3 органа-мишеня у пациента гипертоника. Это сердце, и мы прекрасно понимаем, что ЭКГ и эходоплер-кардиография это те методы, которые позволят нам выяснить состояние этого органа-мишеня. Второй орган это почки, и у любого пациента гипертоника мы исключаем или подтверждаем диагноз хронической болезни почек и, наконец, сосуды. И что касается сосудистой стенки, то в рекомендациях также прописаны те методы, которые мы должны использовать для определения артериальной жесткости сосудов. И если у пожилых пациентов это пульсовое давление, то для остальной категории пациентов все-таки рекомендуется использовать каротидно-феморальную скорость распространения пульсовой волны. Еще в рекомендациях американских 2015 года жесткость артериальной стенки показана, что ее следует измерять, измерять неинвазивно путем как раз измерения каротидно-феморальной скорости пульсовой волны. И ряд работ, давних работ, уже показали, что скорость пульсовой волны напрямую связана с ремоделированием миокарда. Скорость пульсовой волны зависит как от степени повышения артериального давления, так и от степени сердечно-сосудистого риска. Чем выше этот риск, тем возрастает скорость распространения пульсовой волны. И предлагается масса методик для измерения скорости пульсовой волны. Еще в 2016 году вышел очень интересный документ. Это согласованное мнение наших российских экспертов по оценке артериальной жесткости. И в этом документе прописано, что золотым стандартом определения скорости пульсовой волны является метод FUTOFU, то есть от начала зарегистрированной волны на правой общей сонной артерии и правой бедренной артерии. Мы ставим датчики и измеряем скорость распространения пульсовой волны. Но методика далеко не широко используется. У нас в Российской Федерации предлагается масса разных других показателей для измерения скорости распространения пульсовой волны. Ну и, пожалуй, самый доступный, самый простой – это осцилометрический метод как дополнительная опция, опять того же, суточного мониторирования артериального давления. Ну и в заключение я не могу не сказать о тех ошибках, которые могут возникнуть при проведении суточного мониторирования артериального давления. И опять же, это ошибки, связанные прежде всего с неправильным поведением пациента. Возможно, мы ему неправильно объяснили, как вести себя во время суточного мониторирования артериального давления. Понятно, что, как и любой инструментальный метод, могут быть погрешности прибора. Но в любом случае ошибки возникают не так часто, а метод суточного мониторирования артериального давления дает нам массу важной информации и те показатели, которых великое множество в результате суточного мониторирования артериального давления, мы должны каждый из них максимально использовать в нашей клинической практике и оценивать назначенную антигипертензивную терапию и другие цели, которые мы ставим. Благодарю за внимание.